Всем привет дорогие друзья, с вами Санёк и мы с вами в игре Жизнь после. Сегодня я попробую убить Орду из Кэмп Шермана с помощью обреза мародёра. Да и ребят, это единственное оружие, которое я не использовал ни разу на Орде, потому что вещь бесполезная, страшная, убогая, но в принципе интересная. Потому что я уже испробовал САФы, которые есть у мародёров М7, конечно пистолет 9 мм и так далее. Но вот эта штука меня заинтересовала, думаю, а чё он может вообще? Ребят, переносить может всего-навсего не больше 23 патронов, это очень мало, чёрт побери. Вот, поэтому я буду использовать, конечно, в помощь, возьму себе немножко коктейлей Молотова. Ну и конечно же заюзаем кофры на байке, будем бегать, забирать патроны сколько сможем. Не знаю, насколько мне хватит. Ладно, 6 коктейлей Молотова есть, это уже победа в кармане почти. Так, ребят, сразу скажу, первый раз уничтожаю Орду с помощью обреза, вы всё увидите сам так же, как и я в первый раз. Будем тестировать, будем пытаться, если буду косить, мазать, тупить, это нормально, это рабочие моменты, соответственно, на ошибках учимся. Поехали. Орда вываливается, кидаем парочку коктейлей, продолжаем выкидывать коктейли. О, конечно же, как обычно в себя, но это нормально, можно не париться. Фрики немножко выгорают, это хорошо. Всё, продолжаем мы хакать на себя, побольше, побольше, чтобы скапливались, маним, маним. О, там, смотрю, что-то разворчик какая-то, интересно. А давайте-ка подбежим, посмотрим. Мародёр отбивается, думаю, да, ребят, давайте, давайте, в принципе. Но у них шансов-то никаких против Орды. Я думаю, вряд ли они даже кого-то там убьют. Что-то тут пара мародёров, скорее всего, один вооружён сафом. Да, я уже вижу, у него автомат калашников, другой вроде стреляет с пистолета 9 мм. Шансов никаких у чуваков, они просто умирают. И вот, смотрите, три выстрела сделали, и нужно каждый раз перезаряжаться, каждый патрон загонять. Ой, это вообще такая дичь. И фриканов, видите, я... ой, я к кашу вообще не попадаю. Да, попал ему между ног, кажется. Ну ладно, побежали дальше. Так, получи, фрикан. Если вблизи, вблизи, да, и да по голове, соответственно, само собой фрик умирает. Но вы сами понимаете, всего три патрона, но это что за дичь? Конечно, приходится потеть. И не факт, что вы убьёте фрикана сразу. Тут, конечно, надо быть мастером дробовиков. Я люблю дробовики, но только автоматически к нему привык. А вот остальные я особо, не особо-то юзал в этой игрухе. И поэтому для меня тут как в новинку всё это истребление орды с помощью вот этой штуки. Да, конечно, я любитель коротыша, знаете, такой, да? Заместо пистолета можно взять такой небольшой обрезик. Вот, но там, ребята, можно достать его до состояния четвёртого, где там он просто хорошо выносит фриканов. У него очень большая убойная мощь. И самое чё хорошее, его можно прокачать, вроде, если память не изменяет, до восьми патронов в обойме. Не как здесь три, а восемь. И это, конечно, очень круто. И в картеше можно носить большое количество патронов с собой. А здесь не больше двадцати про запас. Это чё за тичь такая? Короче, понятно, что у мародёров оружие совсем никакое, можно сказать, по большей части. Но вот этот обрез, конечно, для меня в новинку. Мне просто уже интересно, понимаете, чё-то попробовать. Я уже всё оружие перебрал, всё попробовал. Мне остальные неинтересны. Если я возьму МГшку, фрики умирают. Возьму АДФ ПАП. Ну да, тоже хорошо. Есть, конечно, оружие похуже. Там и там потяжелее имя убивать. Типа СВАД-10 и так далее. Но тут-то я вообще это ни разу не использовал. За все... Сколько я... За несколько... За три прохождения игры ни разу не юзал эту тему. Ой, зачем я? Извините, это я уже чисто случайно. Хотел поехать, чтобы их привлечь побольше. Ну ладно, понимаю, что нужно переключаться. Немножко косичнул. Убил с помощью СМПшки одного фрикана. Ну, будем считать, что вы этого не видели. О, у меня ещё, оказывается, остался коктейль один, да? Хорошо, горят. Но фрики-то, смотрите, особо не убывают, потому что у меня патронов мало. Приходится бегать как дикому от них. Перезаряжаться после трёх выстрелов. О, вообще, куда стрельнул? Зачем я туда стрельнул? Сейчас тоже никуда не попал. И минус один фрикан. Три выстрела, один труп всего. Да, не рационально я всё это использую. Надо аккуратнее, конечно. Может, концентрацию надо врубить, дружище? А чё это я концентрацию не врубаю? Ну ладно, так нравится стрелять. Подавай без концентрации. И так сойдёт, как говорится. Так, ну чё, ну тут вот далеко-то отбегать не нужно, потому что придётся опять возвращаться к байку по-хорошему-то. Тут раз-раз, а патроны уже закончились, не так их и много. Да, конечно, этот обрез может убивать, но, опять же, повторюсь, только сблизи и в голову, наверное. И вот тогда у вас будет минус один фрикан. Ну вот только если в голову. А так, в корпус, по большей части, конечно, не хватает одного выстрела. Фрики встают, идут дальше. И, конечно, в этом проблема. Я не знаю, как можно этой штукой убивать орды. Но, может быть, какие-то маленькие в самом начале, в каскадах, там, по 50-70 фриканов. Шанс, ну тоже шанс невелик. Потому что в тот момент, когда вы будете проходить игру, у вас ещё не будет особо кофр на байке. И пополниться у вас, вам будет негде. Так что это оружие, как основное, использовать я вам не рекомендую. Наверное, даже с самого начала игры нет смысла. Потому что, ну потому что оно бесполезное, наверное. За него лучше взять саф, с того же самого мародёра. И с этим калашом уже убивать фриков. И патронов больше будете носить. И там точность и убойность, всё будет намного легче. Так, а чё у нас тут? Опять фриканы. Опять меня долбанули, надо бежать. Осталось, смотрите, вот фриков осталось вот совсем чуть-чуть. Вот, достаточно какого-нибудь маленького автоматика. Даже самого простенького, я не знаю, винтовку даже М7, которая есть у мародёров. Которая, ну, тоже такая себе. Но с помощью неё даже я бы убил, наверное, их быстрее. Но тут продолжаем развлекаться. У нас 10 фриков, но для нас даже 10 фриков уже тут довольно большая проблема. О, двоим попал. Видали, я попал двоим в районе башки. И вроде бы этим головам надо было разлететься. Но нет, они просто ими дёрнули такие. Извините, какой-то комарийный укус. И побежали дальше. Ну, вот так вот, ребят, приходится потеть. Блин, мучиться с этим обрезом. Как я вам говорю, я с вами вместе. Вместе пробуем сейчас первый раз, как это всё делается. И поэтому, конечно, это всё сложно, проблемно. Да, фриканов, в принципе, можно, ребят, убивать с помощью него. Но его, опять же, нужно использовать просто как доп. оружие. И, ну, я не знаю, допустим, у вас есть пистолет 9 мм, который намного лучше справится с задачей по уничтожению Орды. Вот, взять обрез как дополнительное оружие. Вот так вот, вблизи убивать уже фриканов. Но даже, видите, в упор он никак не убивает их. Вот, ну, поэтому, да что могу сказать вам. Забейте, короче, на этот обрез. Не берите его. Вообще, мы с вами сейчас посмотрели, как он работает на Орде. Вещь, по сути, ненужная. Вот, достаточно даже лучше, наверное, дробовик бухаря тот же самый. Ох, вот это что сейчас? Вот это да, вы видали, что произошло? Он, наконец-то, начал им разносить черепа. Удивительно. А до этого, ну, никак не хотел. Вот, поэтому замените лучше на дробовик бухаря и бегайте с ним. Тот будет намного вам удобнее и попроще. Вот, как только появится, обязательно его берите. Ну, это у меня все, ребят. Мы с вами познакомились с обрезом. Мародера в игре посмотрели, как он против Орды себя показывает. Такое себе удовольствие. Обходите его стороной, берите что-нибудь другое и наслаждайтесь игрой. Ну, а на этом я еще раз повторюсь, у меня все. Если вам видео понравилось, не забывайте поставить лайк. Ну, а если кому интересно, подписаться на канал. С вами был Санек. Всем счастливо. Всем пока и до новых видео по нашей любимой игре, Дизгон или Жизнь после. Счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok